Добрый вечер. Очень мало в последнее время смельчаков. Подвиги совершать некому, особенно среди людей в погонах, хотя мы подразумеваем, что в первую очередь у них это практически является профессиональной обязанностью. И тем не менее, есть иногда редкие всплески отдельного мужества, отдельной смелости, отдельной инициативы. В армии, конечно, это чаще происходит, но мы меньше об этом знаем, у них деятельность не публичная, мало ли кого они где-то застрелили, получили за это орден. К сожалению, мы этих людей обычно не чествуем публично. А по крайней мере, среди тех, кого мы видим регулярно, особенно полицейских, всегда очень хочется надеяться, что есть решительные, смелые, готовые, с поднятым забралом, мужественно выпить их в грудь, совершить какой-нибудь подвиг во имя нас. Деяний подобных практически не случается у гаишников, и тем не менее, один очень смелый человек, невероятно решительный, нашелся в этих рядах. Это начальник московского ГАИ, генерал Александр Ильин. И хотя подвига на дороге он не совершил, административное мужество он проявил изрядно. Наперекор действующему закону, поперек решения правительства, в одиночку, генерал Ильин взял и ввел в Москве персональные имени генерала Ильина правила дорожного движения. Это очень мужественный поступок. Публично наплевать на всех и дать понять, что да в гробу я вас видал с вашими законами. Да вот ваше правительство, которое подписывает правила дорожного движения, а ПДД у нас вводится в действие не в ранге закона, а в ранге постановления правительства. Действующие на сегодняшний день на территории Российской Федерации правила дорожного движения, они утверждены правительством и постановления правительства введены в действие. А генерал Ильин дал понять, что в гробу он введал в белых тапочках, и все это правительство, и эти самые ПДД, потому что уж ему-то, генералу, гораздо виднее, как должны выглядеть правила дорожного движения в отдельно взятой Москве. Поэтому он взял и разрешил массово нарушать правила дорожного движения, введя свои собственные. А именно сегодня, в середине дня, на нескольких перекрестках города разрешили поворачивать на красный, на запрещающий сигнал светофора направо. С точки зрения закона, это квалифицируется, во-первых, как нарушение закона о полиции и наставление по ДПС. Это деяние содержит умысел, при том, что этот умысел прямую касается безопасности дорожного движения, создаёт угрозу участникам дорожного движения и, в принципе, ухудшает ситуацию и без того тревожную на наших дорогах. Генерал Ильин мужественно, отчаянно, геройски совершил подвиг, взяв и введя разрешение ездить кому-то как-то на красный, определив определённые условия. Рассказав, что, в принципе, знаете, как, может быть, конечно, не всем и не всегда, но вот здесь конкретно я вам разрешаю, так уж и быть, поезжайте. За действиями полиции и прочих правоохранителей у нас обязана присматривать прокуратура. Обязанность прокуратуры сводится к тому, чтобы, во-первых, предотвратить, а если уже проспали, то хотя бы взять и задним числом. Причём выявить причины правонарушения, виновных и наказать. Причём приглядывать за полицаями, особенно за гаишниками, это их прямая обязанность. О том, что генерал Ильин собирается ввести в Москве собственное имени генерала Ильина правила дорожного движения, стало известно давно. Общественное мнение проверили и, увидев разный спектр, сопоставили со своим заранее правильным ответом, после чего, выдержав паузу, ввели генеральские правила дорожного движения. Прокуратура не среагировала ни в первый раз, ни сегодня, во второй раз, она тоже никакой реакции. Хотя, в принципе, если бы у нас прокуратура занималась тем, чем обязаны по закону, в тот момент, когда знаки устанавливали, а специальные знаки придумали, которых тоже нет ни в одном приложении к правилам дорожного движения, когда эти специальные знаки сегодня устанавливали и потом публично разрешили нарушать водителям, действующие на территории всей Российской Федерации правил дорожного движения, первыми, кто должен был отрецензировать данную инициативу, это прокуратура. Она обязана была приехать на место совершения правонарушения, причем умышленного правонарушения, имеющего авторство, и, во-первых, пресечь это правонарушение, то есть эти знаки посрывать, потом обязать инспекторов ДПС проследить за исполнением ПДД, а именно на этих самых широко разрекламированных в прессе шести адресах поставить дополнительные наряды с тем, чтобы неповадно никому было нарушать, а потом приехать в кабинет к генералу Ильину и, во-первых, произвести выемку документов, с тем, чтобы определить, подлинная ли его подпись стоит на этом распоряжении, а после того, как установлено будет, что это его подпись, применить к нему меры юридического характера. Учитывая, что умысел есть, нарушение закона есть, данное деяние, в принципе, можно квалифицировать по статье 286 Уголовного кодекса превышения должностных полномочий, ну и, в принципе, это, там, пятерочку. У нас, вот наша административная верхушка страны, она очень любит таким ласковым тоном обозначать сроки, там, двушечку, трешечку, а здесь вытанцовывается пятерочка генералу Ильину. Примечательно то, что у нас есть еще один борец за справедливость Владимира Колокольцева, министра внутренних дел. Если помните, был скандал, в апреле месяце вдруг выяснилось, что генерал Ильин не в курсе, что его подчиненные по Москве торгуют правами. То есть Колокольцев ломал комедию перед всей стороной, делая вид, что он понятия не имеет о сложившейся многолетней практике торговли водительскими удостоверениями. И все было сыграно таким образом, что Колокольцев изобразил очень неумело изумление, и всех собак повесили именно на Ильина, пригрозив ему пальчиком о неполном служебном соответствии. И тогда Колокольцев публично сказал, что при первой же оплошности он уволит генерала Ильина. А вот умышленное преступление по 286, оно квалифицируется не как оплошность, это, видимо, даже что-то в ранге ниже оплошности. Вот преступление. То есть преступление это так, это даже, видимо, недочет в работе. И если бы у нас Владимир Колокольцев отвечал за базар, или, по крайней мере, помнил, что он обещает, то вот сегодня, например, уже в рамках Министерства внутренних дел должна была бы быть назначена следственная проверка. Генерал Ильин однозначно должен был быть уже отстранен от работы с возбуждением уголовного дела. Тем более у них есть служба внутренней безопасности, которая занимается вот подобными делами. Любопытно то, что прокуратура у нас не сработала, колокольцев у нас совершенно не заметила ничего происходящего, и общий рефрен происходящего сегодня в городе, такой вот любопытствующий, довольный, что «Ну, смотрите, мы приблизились к Европе, это же так здорово! У них же это есть, а в Америке же тоже есть! А почему мы в таком случае берем в качестве эксперимента в нарушении всех законов те нормативно-правовые акты, которые так шикарно позиционируют только отдельно взятого Ильина? А давайте возьмем другие. Вот давайте, например, возьмем такую практику в Саудовской Аравии, как отрубание головы. Заряд правонарушений у них так принято. Или вот, например, Таиланд. Там водителю, который в пьяном виде устраивает ДТП, обычно назначается некоторое количество ударов палкой по пятой точке. По заднице. Причем, вот для нас, далеких от экзекуции людей, не очень понятно, как это выглядит. В интернете посмотрите. Это, в принципе, практически смертельная казнь. Потому что профессиональный палач человека превращает в котлету с третьего удара. С пятого инвалидом. С десятого шансов выжить практически нет. Поэтому 10 ударов палкой по телесам за пьяную езду с ДТП – это очень суровое наказание. Может быть, с этого нужно начать. Причем, я бы начал все-таки еще даже с других прецедентов международной практики. Я бы все-таки с фашистской Испании. Если помните эту историю, которую я многократно упоминаю, когда генерал Франко, кровавый палач испанского народа, получил на рубеже 60-70-х годов записочку о том, что передохнут скоро испанцы на дорогах, потому что ездят как уроды, на африканском уровне смертность с ДТП. И тогда кровавый палач и фашист издал указ ездить всем по правилам и начал с себя. И вот этот фашист, невероятное количество советских людей, случайно заглянувших тогда в Испанию при отсутствии дипломатических отношений и легальных способов оказаться в этой стране, так вот этих советских людей он сделал истинными антифашистами. Потому что когда ты видишь, как этот кровавый палач испанского народа едет со скоростью 60 км в час, и у него весь эскорт состоит из одного только мотоцикла, и они останавливаются на красный, либо на нерегулируемом пешеходном, они останавливаются, чтобы пропустить бабушку, тут невольно становишься антифашистом. Если мы хотим перенимать западноевропейский опыт, так давайте, может быть, с этого начнем. И причем в совокупности, давайте так, у нас все-таки власть и депутаты, и генералы, это люди, наделенные от нашего имени, делегированными полномочиями, заботятся о правопорядке на дороге, о нашем самочувствии, о снижении смертности. И если они что-то нарушают, то они несут ответственность. Вот то же самое, как сейчас у нас обсуждается поправка к Уголовному кодексу. Пьяное состояние это все-таки отягчающее или облегчающее? Давайте отягчающее. Давайте так, вот депутат в пьяном виде или какой-нибудь иеромонах в пьяном виде попался за совершение ДТП, особенно с жертвами. Ему, например, 35 палок по телесам. Хорошее наказание. Интересно. Я за. Я бы начал с этого, потому что вот поворот на красный направо, это все-таки жертвоприношение. Трудно прогнозировать, какое количество пешеходов погибли под колесами, но поскольку у нас вольная трактовка у людей в голове априори, шансов, что это сработает хорошо, нет, а шансов, что плохо сработает, есть. Перерыв на новости. Очень неприглядные 5 баллов. МКАД в части секторов умерло где-то баллов, наверное, на 12 из 10 возможных. Телефон 6510996. Сказать всего, он порадует больше тех людей, кто вот в этих 12 баллах сейчас мучается. Сергей, здравствуйте. Сергей, здрасте. Рад вас слышать. Да, взаимно. Наконец дозвонился до вас. Очень долго, долгими днями к вам прорывался. Долгими рублями и минутами вы оплачивали это счастье общения. А у меня это счастье безлимитное, поэтому... Это правильно. Хотел вопрос вам задать. Вот у меня две машины в семье. Mazda CX-5 у супруги и Nissan Navara. Я вот хочу сделать звукоизоляцию и там, и здесь. Ну, как бы критичнее в Mazda, потому что там совсем плохо с этим делом. Да, ее там просто нету. Нету. Да, ее просто нет, да. А, кстати, Сергей, простите, перебью. Вот CX-5, ты как у вас по зиме заводился? Да, кстати, да. Один раз я на эвакуацию отвез его в сервис. Но мне поменяли аккумулятор, сказали там что-то там по гарантии. Аккумулятор там какая-то проблема была вообще. Ну, дай бог, чтобы только в этом все закончилось. Ну, да, я тоже надеюсь. Вот как считаете, смысл есть делать? Обязательно. Стоит это таких денег или нет? Смотря каких денег, но шумоизоляция стоит того, потому что вот этот акустический дискомфорт, он ну совершенно ни к чему. В Европе, может быть, это на ровных дорогах еще хоть как-то туда-сюда, там и шумит не так, и, в принципе, там вообще рисунок протектора многих покрышек очень сильно отличается от тех же самых продаваемых у нас под тем же самым названием. Европа, она диктует свои правила. Знаете, вот как из Европы даже если чай привезти к нам сюда, какой-нибудь Липтон, и то разное окажется. А про сигареты я уж не говорю. Нет, да, это совсем знакомо. Да, и поэтому, если есть возможность, сделать обязательно, реально, но это нужно делать только у профессионалов, то есть не у тех, кто за это берется, а тех, кто на этом зарабатывает себе на жизнь, потому что, когда они разбирают половину салона, они одноразовые пластиковые пистоны крепления дверей отламывают, а потом на них же сажают обратно, потому что им лень идти в магазин, покупать те же самые пистоны, еще раз все это ставить и крепить, и положив одно и улучшив одно, они испортили и ухудшили другое. В профессиональных установочных центрах на это обращают внимание, потому что люди с этого кормятся, это не значит, что все профессионалы, но это говорит о том, что иногда бывают люди с какой-то минимальной, хотя бы профессиональной ответственностью. И вот у них шумоизоляцию можно делать, и довольно часто шумоизоляцию очень хорошо делают люди-установщики аудиоаппаратуры. А, ну да, это как раз связанные вещи. Да, для многих. То есть у некоторых есть услуга просто по отдельной шумоизоляции, и все, как факт. А у некоторых это подготовительная часть работы к тому, чтобы потом в машине все хорошо звучало. И есть специалисты, понимающие эту взаимосвязь. Если у вас будет совсем проблемы с поиском, зайдите ко мне на Facebook, я вам шепну адресок. А, окей. Сейчас прямо этими займусь. Заходите, заходите. Я понял вас. Успехов. Вы не поверите, еще один Сергей. Я вам рад. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Сергей. Вас плохо слышно? Добрый день, Сергей. Да. Слышно меня, Сергей? Добрый день. Знаете, не видно совершенно, но уже слышно все лучше и лучше. Говорите, Сергей. Алло, дайте. Не стесняйтесь. По-моему, вы нажали не ту кнопку, и это трагично. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Сегодня я написал вам на Facebook. Наверное, вы еще не добрались. Наверное. Вопрос такой. У меня Skoda Octavia 1.8 автомат. Вот уже машине 12 тысяч. Сейчас будет первое ТО. Дмитрий, это вы не добрались. Я уже добрался. Я вам ответил. Я вам ответил в том смысле, что с официальным дилером бороться всегда, конечно, трудно, потому что у них задача скинуть вас с гарантии при первых признаках непослушания и наказать вас за то, что вы свои деньги отнесли не к ним, а куда-то еще. Поэтому для сохранения гарантии строго по регламенту. Ну, например, там, замена колодок. А вот ремонт, вот это у друзей. У друзей в гараже. Потому что... А так не стоит, да? Ну, зачем пренебрегать этим? Потому что мы с вами ведь не застрахованы от каких-то неприятностей. Тем более, хотя у вас самая идеальная Octavia. У нее все-таки не ДСГ, а именно КПП. И эта машина... Да, поэтому как надежно. Надежно, замечательно, прослужит долго. И поводов для радости будет больше, чем поводов для огорчения. Но все-таки, на всякий случай, ну, мы понимаем, что дилер, он шаромыжник. И у него задача, ну, все-таки заработать, а не оказать вам услугу. Но... Понятно. По минимуму. А вот по поводу постановления вы не слышали? Я пока еще не читал сам. По-моему, в 2010 году приняли, что если у сервиса, даже неофициального, есть сертификация и разрешение на эту деятельность, там, замена масла и так далее, то с гарантией они не имеют права снять. Вы что-то знаете по этому поводу? Такого официального документа нет. Он никак не будет сформирован в ближайшее время. Это очень длительная борьба, потому что задача, как всегда, кто кого кинет. У нас в эту разборку влез где-то, наверное, года полтора тому назад антимонопольный комитет. Он вдруг заметил такую странную вещь, что вот, получается, дилерам все, а остальным ничего. А это монополизация. И, соответственно, не должно быть никаких причин для монополизации. Поэтому давайте-ка вы. А поскольку у нас эта структура беззубая, то есть он сказал тяв пару раз. И ничего, никаких нормативно-правовых последствий из этого не вышло. Он сказал, а давайте вы тоже разрешите, например, всяким альтернативным сервисам покупать запчасти, оказывать услуги и вообще. А дальше случилось вот какое противоречие. Официальный дилер — это тот, кто не только продает машины, но и обязан обслуживать. А с точки зрения антимонопольного комитета здесь уже есть как раз монополизация, в чем они абсолютно правы. И разрешить любому другому сервису, умеющему чинить машину данной марки, обслуживать ее в гарантийный период, у них кишка танка. Потому что, представьте себе, это означает пойти против кого? Это означает, что антимонопольный комитет пойдет против официальных дилеров. А официальный дилер у нас кто? Это силовики либо бандиты? Я вас понял. А вот хотя бы сэкономить на запчастях, на масле. Просто у меня будет примерно 4 ТО в год, получается, если я каждые 10 тысяч буду подъезжать к ним. Я им сказал, что буду подвозить свое масло. Они сказали, да, это все нормально, но мы будем ставить отметку в книжке. Это ерунда, в общем-то, да? Гарантия не может повлиять. Тут вопрос причины следственной связи и изобретательности вашего адвоката. Предположим, самое худшее — стуканул мотор. Они тут же моментально цепляются за это и говорят, а так у вас масло было не наше. Было бы наше, было бы все хорошо. А я показываю сертификат магазина, что это масло нормальное. Да, а во-вторых, в том-то и дело. На вашей стороне презумпция невиновности. Давайте, ребята, проводите экспертизу, а я проведу свою. Бодяга будет долгая. Если вы сразу показываете длинные зубы и адвоката, с вами разговаривают уже вежливо и на пониженных тонах. Если вы суетесь один на один, вам сразу объясняют, что вы были неправы, вообще купив эту машину, и вы враг. Есть такой момент. Это то же самое, как вы выходите из дома, садитесь за руль, и с этой секунды вы занимаетесь только управлением транспортным средством. И вы должны в каждый момент понимать свой следующий маневр. Видеть на три машины вперед, в разговоре с гаишником, кроме аргумента, знать контраргументы и так далее. Идя по пути самостоятельного обслуживания автомобиля, вы должны быть, к сожалению, готовы к тому, чтобы постоянно парировать какие-то, не дай бог, возникающие проблемы. Да, в этом согласен. Еще вот вы сегодня затронули тему по поводу прав, покупки прав. Была у нас передача, я не смог до вас дозвониться. Никто не сказал такое мнение. Вот со мной это случилось. Когда я сдавал на права, я хотел сделать это честно. То есть я потратил на это 4 месяца, но в итоге не смог. Там просто созданы условия для того, чтобы не сдать просто так. Но у меня не получилось, и у многих не получается. Конечно, конечно. Пришлось на последнем этапе сдачи в городе, когда уже перездаешь каждые две недели, отпрашиваешься с работы, а потом заново перездаешься на теорию, и все это создаются специальные условия для того, чтобы люди просто не могли это сдать нормально. Естественно. Система кормящая. И вдруг кто-то где-то на нее покушается. Вот тогда конкретно та разборка, из-за которой у нас чуть было не погорел генерал Ильин, она была связана не с тем, о чем нам рассказывали. И, естественно, брать за руку какое-то отдельное МРЭУ на этом было смешно, потому что, знаете, как в анекдоте, когда в советское время приходит человек в парикмахерскую, и начинает скандалить. Там постригли плохо, одеколон плохой, просто не несвежий, персонал неквалифицированный. И говорит, дайте мне заведующего. И выходит пожилой еврей, дедушка заведующий, и говорит, так я понимаю, что вам не нравится советская власть, но почему вы решили начать именно с нашей парикмахерской? Спасибо, Сергей, за ваши ответы. Как раз вашего мнения мне не хватало, чтобы окончательно принять решение. Спасибо. Дмитрий, боритесь. Спасибо вам за то, что вы готовы бороться. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Удивлен, что дозвонился до вас. А я как удивлен, вы представляете? Я думаю, ну не может быть, чтобы Андрей дозвонился. Нет, дозвонился. Я по голосу чувствую, что вы тоже... Да у меня вот вопрос такой. Вот машину, машину присмотрел себе такую экзотическую, Деутоска, знаете? А что в ней экзотического? Эпика наша обычная. Ну понятно. Нет, ну вот Эпик уже не выпускает уже. Я вот подумал, скорее посмотрел по интернету цены. Довольно такие привлекательные. Да. Это шикарная машина. Шикарная машина. У нее рядный шестицилиндровый двигатель, установленный поперечно. Причем 2.0 и 2.5. И вот эта машина на нашем рынке не пошла только потому, что представительство Chevrolet, видимо, сделало все с умыслом, чтобы она, не дай бог, не пошла. Вот общался с человеком, водителем на Chevrolet Эпике, и он мне таких ужасов рассказал, что это ломается, там подвеска ненадежная задняя, особенно там Сталинблоков куча всяких, и у него пробег 80 тысяч, он всю подвеску перебрал уже. Но это правда по нашим дорогам, конечно. Андрей, ты знаете, вот разница между наемным водителем и частником. А мой персональный мастер-приемщик в сервисе, когда услышал от меня, что сейчас эту машину снимут с рынка, и вместо нее приедет Малибу, он побежал и купил срочно вторую такую же. Он говорит, ну лет на 20 мне их двух хватит, потому что машина простая как умывальник и неубиваемая. Но вот под водителем наемным дохнет все. И всегда, к сожалению. А вот под лицом, который переживает за автомобиль, знаете, чтобы убить Эпику, которая придумана как машина-такси, ну молодец, профессионал. Вот я и беспокоюсь, что если в Корее, то скорее всего она из такси. Она будет в любом случае очень хорошей машиной. Новости. Ситуация на дорогах Москвы ухудшается. Уже 6 баллов. Еще несколько смертоносно непроходных мест появилось на карте города. 65, 10, 9, 9 и 6. Игорь, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здрасте, Игорь. Сергей, такой вопрос. Присматриваюсь к машине рейндж-довер Илок. Ух ты. Да, даже ее потестил немного, все понравилось. Ну, задачи простые. Езда по городу, редкие выезды за город. Ну, он не очень по всем дорогам. Пассажиров, как правило, двое. Задние сидения задействованы будет редко. Ваше мнение по машине и по двигателям. Ну, что вы советовали? Бензин. О, там по двигателям, конечно, широчайшая гамма. Игорь, простите за бестактность. Сколько вам лет? Десят два. Вот эта машина, она сделана все-таки для эстетов, моложавых или бы молодых. Вы в этой машине будете смотреться несколько странно. Вот любой, кто будет заглядывать к вам в окно, он будет мечтать увидеть блондинку. А будет видеть вас, человека, содержателя этой блондинки. К сожалению. А может, к счастью. Может быть, наоборот, это тот самый эффект, которого вам не хватает в жизни. Вы давно не ощущали себя в этой роли. А может быть, даже никогда. Это будет довольно увлекательный опыт. Чем хорош Evoque и зачем он создавался? Он создавался как эстетский девайс. Абсолютно неважно, умеет он при этом ездить или нет. Он и переднеприводный на механике, очень даже неплохой аппарат. А уж если он на полном приводе, да еще и на бензине, а если еще на турбированном, то он пуляет. Правда, при этом страдает непомерным аппетитом. Вообще, все, что делает фирма Land Rover, это такое жручее сокровище. У них все пьет бензин и все, что можно, пьет солярку. Но, конечно, бензин все равно веселей. Потому что, не дай бог, вы капните куда-нибудь у себя эту вонючую солярку. Представляете, какой будет потом неприятный запах в машине, как будто вы тракторист. То есть, вот эта эстетика, она очень хорошо рулится на бензине. Но при всем при том, она, конечно, дееспособна на дизеле. И раньше, чем хорош, у него нет ни одного собственного мотора. У него все моторы заимствованы. Это либо версия Ford, либо версия Peugeot. Если это дизеля, то это Peugeot, если это бензинки, то это бензинки фордовские. Но они очень хорошо адаптированы под эту машину. Опять-таки, это позволяет надеяться, в случае чего, ну не дай бог, на поиск альтернативных запчастей в более каких-нибудь дешевых сервисах и магазинах по поставке машин и запчастей. Спасибо огромное. А что еще скажете по поводу Ford Explorer нового? Вот эта машина, вот человеку, которому 52 года, Ford Explorer, это очень достойный трон. Он большой, он интересный. В нем сделана такая специальная электронная начинка, которая должна будет взбодрить ваш разум. Вот если вы по натуре своей не любите как-то вот докапываться, знаете, так вот истерично докапываться до продавщицы, которая не так завернула товар, то у вас этот навык появится. Потому что договориться с новым Explorer в его мультимедийной системе, в принципе, невозможно. Понять, как эта штука работает, нереально. И вы покупаете огромный, красивый, большой автомобиль. Он легковой, он не является внедорожником, он является легковым автомобилем повышенной проходимости. И у него такая мультимедийная система, в которой вы не разберетесь никогда, но это будет вас держать в таком тонусе. Вы всегда будете готовы дать кому-то сдачи. Если что, отоварить его в хрюсла. И если что, поговорить за жизнь на повышенных тонах. Иногда это очень даже бодрит. Спасибо, Сергей, для информации. По-моему, вы погрустнели после этого. Потому что все машины претендовали на роль автомобиля мечты. А мечта как-то слегка потускнела. Андрей, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Очень-очень приятно вас слышать в эфире. И вас приятно, Андрей, по телефону. Хочу поделиться историей такой небольшой сегодняшней. Вот живу я на Хадынке. У нас там парады тренируются, как всем известно. Сейчас там милиция чего-то там тоже марширует. И как раз выходил я из дома. Они как раз там расходились все. То есть очень много милиции. Вот они все идут так метро пешком. А дальше я перехожу улицу. Это Т-образный перекресток. Такой большой довольно. Улица Грязодума. Вот туда как раз в Хадынке. И вот с этой буквы Т, с ноги, это Т, там нет левого поворота. Как не на светофоре, так и знак ставит левый поворот запрещен. Ну иногда там, ну иногда даже я грешу. Потому что очень неудобно все объезжать. Но это очень редко бывает. То есть в принципе там люди, конечно, не поворачивают. А левый – это опасно и плохо. Так вот сегодня разъезжались. Не все расходились пешком, любимые наши полицейские. А они разъезжались на машинах. Очень многие. Причем ставили они их наверняка в нарушение правил. Но это не важно. Это уже отдельная история. Ну слушайте, они все ехали на красный. Вот кавалькады просто это вот, ну не знаю, 50-100 машин. На несколько вот прям этих сигналов светофора. То есть несколько циклов вот этих вот работы светофора. А машины у них были раскрашены или частные? Не-не-не, частные машины. Они разъезжались после мероприятия. Я не знаю, может, как во дворце спорта собирали. По-моему, они маршировали там. Вес сбрасывали. Сейчас в каком-то праздном празднике. Да, спортом занимались. Вот, это, конечно, потрясающе. То есть, ну, видел я, как ГАИ нарушают. Ну, без след сигналов машины нарушают, милиция. Но чтобы так все вместе, сразу демонстративно. Скажите, Андрей, а вы не обратили внимание, у них к седлам, метла и волчьи головы приторочены не были, как это требовалось в свое время? Нет, я их там очень хорошо разглядывал, потому что, ну, достаточно медленно все это происходило. Там их сидел и по пять человек, без метел, без всяких. Сидел по одному человеку. Машины очень разные были, были и хорошие машины, были, собственно, эконом-класса. Ну, мы помним с вами из истории, что вседозволенность, такая демонстративная вседозволенность во имя справедливости и престола, она у нас началась во времена опричнины. И символы опричников были как раз вот волчья голова и метла. Метлой они, как вы помните, демонстративно мусор из избы выметали. И поскольку наша полиция, в принципе, занимается тем же самым, и со времен Петра Первого, наверное, она не очень сильно реформировалась и не очень сильно преуспела в качестве, можно было бы, конечно, мы вправе от них ожидать, в качестве иллюстрации их праведных поступков, еще и метелку, и волчью голову. Ну, возможно, волчья голова в качестве амулета у них висит на груди, там, на голдовой цепуре. Да, где-то там, в Бресь. Да, вот довольно часто такое бывает, по крайней мере, своими глазами видел. А вот метелка тоже была бы очень кстати. Вы помните, как в Трудном Быть Богом во имя Господа именем его пароль был вот у этих штурмовых отрядов? Тоже ребята боролись за то, чтобы сделать жизнь лучше, ну, и где-то, наверное, по-своему справедливей. Поэтому мы с вами вправе ожидать от нашей полиции подобных поступков, и она нас не разочарует. Вот, что радует. Молодцы ребята. Ну, а тем более наш начальник ГАИ московский, который сегодня придумал собственные правила, ввел их в действие с поворотом направо. Я все жду правовую оценку прокуратуры. Да, это тоже отлично. Да, но это потому, что в Европе так принято. Вот в Европе принято еще много чего другого, но почему-то этот опыт к нам не приходит, а приходит вот только такой, несколько изумительный. Так, Владимир, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы уже поднимали тему шумоизоляции. Шумит у нас с вами. Шумит, Владимир. Вот так много всего шумного, хочется даже погасить. Несколько децибел. Ну, проблема тотальная и проблема для России. Я профессионально занялся этим вопросом. Мы исследовали очень плотно сегмент D и E. Ну, это где-то Skoda Superb, Nissan Piano, Citroёn C5, Renault. Ну, в общем, проблема оказалась достаточно простая, примитивная. То есть, тотально везде стали ставить спереди подвески McPherson, которые вибрации, низкочастотный гул не могут нейтрализовать и передают сразу на кузов. Тотально перешли на жесткие кузова с очень тонким металлом боковины кузова, то есть, обвес весь тонкий, моторный щит, пол. Все это начинает гудеть, как барабанная перепонка. Но только на наших дорогах. Как только мы со стандартными европейскими дорогами сталкиваемся, все четко по паспорту, все хорошо и стерильно. Вас это удивляет? Но это не удивляет, мне кажется, это такое тотальное недоразумение. То есть, вот человек звонил по поводу Мазды, хотел сделать шумоизоляцию. Очень много, вы посмотрите, как много контор сейчас по шумоизоляции. К сожалению, они не могут решить этот вопрос, потому что источник, как я уже сказал, нейтрализовать очень тяжело. Раньше, оказывается, применяли другие опорные подшипники, но в Европе они уже не нужны. Эти вибрации гасить не нужно, потому что они договорились, что у них там более ровный асфальт, он более экологичный, он не изнашивает так шины, экономит топливо, ну, много причин. У нас же асфальт, в принципе, он даже нам лучше, наш шершавый асфальт. Но наши машины, советские, как ни странно, к этому лучше приспособлены. Я вам, кстати, писал на Facebook, не знаю, может быть... Да, мы с вами переписывались по этому поводу, но вы там немножко с другого боку заходили, не с анализа, а с количеством претензий. Их там было много к этим машинам. И в этом, конечно, разница между нами, между Европой. И та же самая Mazda по Европе, вот сколько ездил, на Mazda 6, например, по Европе она идет замечательно. Ну, просто красота, ничего не слышно. Посторонних шумов практически нет. Особенно если по Франции или по Германии. У нас, да, выясняется, что нет шумоизоляции у этих машин. Терпеть или не терпеть? Ну, каждому свое. Те, кто хочет большего комфорта, в том числе и акустического, обращаются к профессионалам и обклеивают машину изнутри. Тем более, что все-таки вы видите, как очень многие перешли на вот эти шумоизоляционные маты в арках, приклеенные прямо над колесом. Такие сборники грязи. Вот у нас это... Но, к сожалению, все бесполезно. Абсолютно, да. Нет, самую главную причину не устраняет. Я хочу как раз предупредить очень многих автолюбителей. Да, улучшится изоляция средних частот, высоких. Но вот этот гул пресловутый, который многие называют вот шум арок, практически невозможно таким методом убрать. А его составляющая где-то 60-70% энергии всего шума сейчас. То есть, приводители все разрушили, сместили туда. Причина появления этого шума сам автомобиль. И поскольку устранить сам автомобиль мы не можем, приходится бороться по частям. Поскольку в целом битву выиграть нельзя. А вот конструктив, да. А на конструктив мы с вами повлиять не можем. Тем более, что если кто-то хочет погасить всерьез низкочастотные шумообразующие колебания, то для этого нужно менять все, начиная от точек сварки и заканчивая материалами. И в том числе, как многие производители премиальные идут, как на пенозаполнители лонжеронов, например, Мерседес, которые в клави... Да, Сергей, я прошу прощения, что перебиваю, но как ни странно, вы знаете, я как инженер вам скажу, решение очень простое. Давайте. Вот, просто для, ну, надо для производителя. То есть мы, как любители, конечно, нам тяжело. Это доводка конструкции опорного подшипника. Например, на старых BMW там просто решали очень просто там толстый резиновый слой. В более дорогих конструкциях туда в этот резиновый слой еще полости маслом заполненные добавляли. Стоит такая деталь, ну, 4 тысячи рублей. Вот сейчас можно на рынке купить. Вот это самое обидное. Я, честно говоря, даже в шоке от того, что такая дешевая деталь делает машину просто на два класса выше. Тут есть противоречие между шумом арок, заявленным вами, и опорными подшипниками, в первую очередь, передней подвески. Как раз нет противоречия. Источник как раз это шум от подвески, от работы подвески. Булк. Многие думают, что это шум арок. Но это именно гул тех вибраций, которые передаются... Ведь передние приводные автомобили для компенсации управляемости, да, не очень хорошие, стали делать с очень жесткими передними подвесками. На гладком асфальте это очень все хорошо. И управляемость возвращаем себе, и на гладком асфальте нет шума. На нашем асфальте все это опрокидывает. Перерыв на новости. 7 баллов по шкале Яндекса. Невыносимость нарастает. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что до вас дозвонился. Я общался с вами через, так сказать, социальные сети и воспользовался вашими советами. Спасибо вам. Я хочу свою ложечку дегтя в картину о нашем ГАИ добавить. Давайте. Вы сегодня в начале передачи правильно совершенно сказали, что где-где, а в ГАИ сложно очень найти героев. Так вот сегодня я днем в Ютубе смотрел кадры о взрыве на полигоне. Вдоль полигона идет дорога, по которой едут люди. Едут длиннобойщики, едут семьи с детьми. И вокруг все взрывается. Это реально страшно. Я человек гражданский, но мне вот смотреть было жутко. Искореженные, пробитые машины, как будто они в середине боя попали. Так они так и попали, да. Ни одного гаишника на дороге. Я несколько роликов посмотрел, там порядка десяти. Ни одного гаишника на дороге там видно не было. Хотя они должны заниматься, прежде всего, обеспечением вроде бы безопасности нашего движения. И где они были? И кто понесет ответственность за то, что они не занимаются своими прямыми служебными обязанностями? Мне вот это очень интересно. А тем более, Максим, мы с вами никогда не узнаем, сколько реально погибло там людей. Но вот судя по тем машинам искореженным, в которых были прямые попадания, осколочные, шансов выжить у людей не было. А нам говорят, что раненые есть, погиб только один человек. А я почему-то не верю в этого одного человека, к сожалению. Я смотрел видео с машиной, там плохо было видно, это или Тусан, или Hyundai Santa Fe Classic. Машина была практически изуродована, и людей спасло только то, что у них очень много вещей было. То есть у них сзади багажник какими-то мягкими вещами, тюками был забит. И судя по пробитому капоту, крыше, по разбитым стеклам, им очень сильно досталось, если бы не вещи в багажнике. Знаете, вообще мало кто в курсе, как именно, например, боеприпас бьет по машине и насколько он ее прошивает насквозь. Но вот даже банальный дробовик 12-го калибра машину пробивает насквозь. Знаете, в боевиках мы с вами часто видим, когда главный герой от нападения нехороших людей прячется в чугунную ванную. И чугунная ванна якобы препятствует попаданию. Ничего подобного. Чугунную ванну тоже прошивает насквозь. Поэтому вот все то, что попало в машину, это в основном сквозное попадание на вылет. И то, что там кто-то остался в живых, ну, это чудо. Потому что ангелы-хранители, конечно, тоже старались в этой ситуации гораздо сильнее, чем мы от них ожидали. Ну, я вот тоже считаю, что люди в рубашке родились, которые снялись в том сюжете. Причем они с детьми ехали, там полную машину на роду. Жуткое дело. Да, и часть этих людей сегодня уже давала интервью. Там одна семья реально выжила. Они ехали с ЮГОВ, они тащили с собой кучу скарба. Но, как всегда, вот то, что мы слышим и видим, чем занимается у нас МЧС? МЧС у нас всегда наращивает группировку. Чем она занимается ГАИ? ГАИ обеспечивает. А в результате? А в результате идите вы все нафиг. Выкручиваетесь вы как можете. Убегайте вы отсюда сами. Никто вам ничего не будет, потому что нам самим страшно и без вас. И посмотрите любую статистику любых, например, ну, хотя бы просто стихийных, не техногенных катастроф. Сколько погибло у нас и сколько погибло у них? Сколько у нас погибло начальников? А сколько у нас погибло простых людей? А у них любое наводнение, любое затопление, любая катастрофа. Всегда не в нашу пользу. Потому что, да потому что никому мы не нужны. И когда мы почему-то думаем, что ГАИ что-то обязано. С точки зрения ГАИшника, тем более вот современного молодого человека, такого профессионального мерзавца, выращенного нашей современной подлой системой. У нас система государственная, она подлая, она растит под лицов, она поощряет мерзавцев. Вы видите по нашей жизни, что у нас воспрепятствовать негодяйству нельзя. У нас можно воспрепятствовать только чему-то хорошему. Вот если кто-то где-то что-то делает человеческое, доброе, обязательно найдется сволота государственная, которая придет и скажет, с вас налог, с ваш штраф, дайте сертификат, покажите бумажку. А вот какого-нибудь, условно говоря, ханыгу в подъезде алкоголика, его обуздать нельзя, потому что у него сразу права, он в принципе неприкасаемый, ну что делать? Ну похулиганил, ну обгадил вам дверь, ну что делать? Мы же не можем к ним ничего и не хотим. И государство повернуто таким образом, что наши беды его никак не касаются. А гаишники, эта система, вот у нас есть несколько государственных органов, несколько государственных структур, занимающихся воспитанием подлецов. Вот на высшем уровне у нас, например, есть институт МГИМО. МГИМО — это Московский государственный институт, сейчас уже университет международных отношений. Он из людей делает подлецов. И поэтому, когда мы с вами оказываемся за границей, вот не дай бог какая-то беда, нам с вами в голову не придет прийти в родное посольство. Потому что в последнюю очередь мы понимаем, что нас там кто ждет? Нас там ждет звериное лицо нашего государства, которому на нас плевать. Мы из своего посольства, любой американец бежит в свое посольство, израильтянем бежит в свое посольство, швед бежит в свое посольство, норвег ползет в свое посольство. И только русский прекрасно понимает, что в родном посольстве максимум, что он получит, это 15 сутк ареста. Потому что там вы ученики нашей системы. Это люди с высшим образованием и тех, кого я знаю, тех, кто закончил МГИМО, в основном это конченые мерзавцы, очень профессиональные. А ГАИ это структура открытая для приема негодяев. Если туда приходит приличный человек, крайне редко он остается приличным, потому что система его, естественно, адаптирует под себя. Есть много людей, ушедших оттуда, а многие пришли именно для того, чтобы зарабатывать деньги. И они прекрасно понимают, что их задача кормиться с дороги. Специально для этого у нас есть в Государственной Думе наш защитник Лысаков, есть великий Плигин, отменивший ряд конституционных норм именно для водителей, для того, чтобы гаишники работали. И когда происходит какое-то ЧП, мы с вами ждем, что они окажутся честными, приличными, такими же, как мы, сопереживающими. Индивидуально? Редко. Да, бывает. Бывает, что гаишник спасает ребенка, бывает, что милиционер помогает на пожаре. Конечно. Это исключение. Как система? Вы помните, много лет тому назад, в советскую эпоху, элементарный пример, в общественном транспорте, в метро, вы когда-нибудь видели сидящего человека в погонах? Чтобы милиционер сидел на лавочке или офицер сидел на лавочке? А сейчас кто первый обычно бросается на скамейку, где написано, что места для пассажиров, детей и инвалидов? Человек в погонах, потому что он устал, потому что он обществу ничего не должен. Он воспитан в понимании того, что людям вокруг он не должен ничего никогда. Он за зарплату в рамках своих функций и полномочий. Мало того, нас родители учили, когда мы были маленькие, если ты потерялся, если у тебя проблемы, иди к милиционеру или военному. Сейчас я своим детям, к сожалению, такого сказать не могу. А сейчас мы своим детям говорим, видишь, милиционера перейди на другую сторону улицы. И не дай бог, потому что мы помним Никиту Леонтьева, которого в декабре прошлого года милиционеры, некоррумпированные, прошедшие переаттестацию, забили насмерть в Питере, только потому, что они у участкового отмечали день рождения. Им захотелось вот так вот покуражиться. И Никита Леонтьев, ему 15 лет было. Они его забили насмерть. И проверка показала, что они были правы, потому что Никита Леонтьев, он очень плохой, и за 5 секунд до этого он у местной алкоголички отобрал сумочку с ее драгоценными тремя рублями. Поэтому он был подвергнут смертной казни в околотке. 15 лет ему. И все. И все сказали, и прокуратура показала, что милиционеры были абсолютно правы, забив 15-летнего парня у себя в кабинете на потеху в день рождения участкового. И поэтому своему ребенку сказать, у тебя неприятности, видишь, милиционера, подойди к нему. Ну, я скорее своему ребенку объясню, почему наибольшая вероятность того, что этот милиционер педофил, и к нему подходить нельзя, чем я ему объясню, как именно попытаться милиционера встать на твою сторону, понять твою беду и протянуть тебе руку хотя бы минимальной помощи. Я не жду этого от милиции. Я жду это как максимум только от своих друзей. К моим друзьям, да, пожалуйста. И у меня дети знают телефоны тех, кому в первую очередь нужно звонить, если что-то произошло, а я, условно говоря, вне зоны действия сети. Друзья. И друзья уже тогда с пулеметами и на танки приедут и будут решать этот вопрос. Причем как раз список этих друзей, он таков, что они подразумевают силовую помощь. Потому как в банальной бытовой ситуации шнурок развязался, ключ потерялся, дети, скорее всего, справятся. И если они звонят родителям и не могут дозвониться, это означает, что все. Но, значит, они напоролись на признаки государственной системы и диктатуры закона, о которой нам так старательно рассказывает товарищ Путин. Значит, нужно, чтобы приехала силовая поддержка с пулеметами, с удостоверениями, положила всех лицом в грязь и потом уже разбиралась, что, собственно, какие претензии, какие трудности у этого ребенка возникли. Увы, мы должны готовить людей именно к этому, наших детей. Теперь еще немножко об автомобилях. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел у вас получить консультацию по поводу возможности и следсообразности покупки такой машины, как Range Rover в предпоследнем кузове. Машина, сразу говорю, что она будет не единственная в парке, поэтому, если что, будет на чем ездить. Но хотел бы понять масштабы бедствия и в том плане, насколько она все-таки в последнем, может быть, своем реинкарнации перед кузовом. Ну, все старые болячки ушли, которые были. Этих старых болячек настолько много, что все они, конечно же, не ушли. И совершенно не случайно из Range Rover, только что прошедших период гарантии, все дворы заставлены трейдином, потому как люди нахлебались в период гарантийного обслуживания. Потом все-таки они запуганы качеством и умением работать с этим материалом дилерской сети. Помните эту знаменитую историю, когда всех обязали раз в полгода приезжать в нарушение регламента. Ну, по принципу, мы тут голодаем, давайте, иначе мы его с гарантией скинем. И вот все в целом, ну, несколько настораживает. Но при всем при том, с того момента, как Rotantata купил и занялся всерьез, и больших денег туда добавил, машины стали реально лучше. Первым, кто сильно выиграл от этого, стал Frill. Frill, он на фоне остальных Land Rover'ов реально улучшился по качеству и стал меньше ломаться. Range не достиг еще вот тех высот и просто уже снят с производства, поэтому в пору расцвета он вошел с определенными болячками. Но я знаю людей, которым везет. Я знаю тех, кто на Range'ах ездит, на дизельных, и счастливы абсолютно не имеют никаких претензий к этой машине. — А вот Ford'овский движок, который, он вроде предпочительнее, чем BMW'шный, допустим, тот же. — Да, да-да-да. Вы про дизель имеете в виду, да? — Нет, про бензин. — Про бензин фордовский? — Да. — Это компрессорные. — Компрессоры на вторичном рынке я боюсь всегда. Потому что он хорош пока молодой. В возрасте в минимальном. Тем более, ведь рейнджероберов практически не бывает с большими пробегами. Они все с реально пробегами в 50, 60, 70 тысяч. Их очень много на рынке с такими пробегами. Это говорит о том, что проблемная машина всегда. До завтра. Продолжение следует. Продолжение следует...